МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне, 9 июня, судя по учиненному разгрому, бесновались долго. Ломали пополам, изжигали массивные кресты, раскалывали и сносили с постаментов надгробия. По моей бабушке ходили, услышала у одной из поруганных могил. Рядом стояла совсем молоденькая девушка и плакала. Как такое возможно? Ногами ходили по бабушке моей. Наказание какое им должно быть? Очень строгое, ужасное. Посмотрите, что творится. Это кошмар. Так можно? У одной из оскверненных могил на скамеечке, сутулившись, сидит немолодой уже мужчина. Смотрит, что сотворили вандалы с могилами его родителей и бабушки. Это был первый ерунт. Мы поставили мать с отцом и бабушкой. Сегодня, 10 июня, на кладбище многолюдно. Узнав, что здесь учинен погром, люди, отложив свои суетные дела, поспешили к тем, кто уже покинул этот мир. Поспешили проверить, а вдруг и их семьи подверглись унижению. Мне племянница позвонила и сказала, на кладбище был какой-то погром. Сходи, говорит, посмотри. Ну вот я и пошла поглядеть, говорю, все ли в порядке или нет. Около 50 лет назад на кладбище заложили аллею ветеранов. Она на том участке, куда не добрались нелюди. Но среди снесенных именно от гроби есть и ветеранская могила. Не щадили никого. Изверги. У меня сейчас сердце дрожит, как мне страшно от этого. Это ужасно. Как можно это делать? Сжигать это, это ужасно. Как такое может приходить в голову? Это аморально, это ужасно. Я смотрю, я представляю, в голове не укладываются. Они берут и вот ногами там что-то. Как это можно вообще? Ну как вообще можно делать это? Да и что не видно даже и ни даты, ни лиц. Это ужасно. Один памятник просто как книжка. Вот так он упал, вот прям на саму могилу памятник упал. Это все страшно выглядит. У меня прям... Я прям не могу. Творящийся на старом кладбище беспредел заметил кто-то из местных. Людей обеспокоил дым со стороны погоста. Это жгли, кресты. Подъехала полиция. Увидела тех, кто творит бесовщину. Началась погоня. Задержали парня, 23-летая, 14-летнюю девушку. Кладбище они выбрали для активного отдыха. Пили. А закусывали тем, что оставили родственники для поминок. Конфеты, печенья, фрукты. Ущерб стали подсчитывать тот же день, 9 июня. По официальным данным, погрома подверглись 60 надгробий. Сожжено 10 деревянных крестов. Но эти данные не окончательны. Местные говорят о 160 поломанных надгробиях. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 244. Дорукательство над телами умерших и местами их захоронений. По данным полиции, подозреваемые приехали на кладбище из Твери. Мотив зверства пока неизвестен. Расследованием преступления занимаются дознаватели Конаковского отдела полиции. По официальным данным, те, кого задержали 9 июня, причастны к подобным преступлениям на других кладбищах. К ответственности за содеянное будет привлечен только один молодой мужчина. 14-летний подросток женского пола в силу возраста наказания избежит. Земного наказания. Все, что происходит за спиной у человека, происходит на глазах у Бога. Да, наше наказание земное, и никого, мне кажется, не накажут, так как накажут там. Им оно не страшно, как они считают. Если они здесь это творят, то я не знаю, что они могут вообще сделать. Бог им судья. Конечно. Это будет сильнее и наказание. Мы это исправим, мы все уберем и все сделаем. А им Бог судья. Субтитры сделал DimaTorzok